Привет, мои дорогие друзья! С вами Наталья Ксенчак. Не так давно, просматривая ленту одного модного блогера, которая демонстрировала свой наряд в красно-розовой гамме, я увидела там весьма неприятный комментарий. Девушки писали, что сочетание красного и розового в одном комплекте это показатель ненормальности, что это самое безвкусное сочетание, которое только может быть в одежде, что это некрасиво, это вульгарно, так носить нельзя. Человек, который это писал, совсем забыл, что в 2017 году, когда у нас с вами главным цветом года институт цвета понтон выбрал травянистый оттенок зеленого гринри, тогда же в сезоне весна-лето популярным было сочетание красного и розового в одном комплекте, тогда на тот момент это было вполне себе нормальным. Что самое интересное, как это часто бывает в мире моды до этого момента и после этого момента подобная выходка считается чем-то ужасным. И сегодня я вам предлагаю разобраться в этом вопросе. Вот красное с розовым, это вообще нормальное сочетание? Можно ли так ходить? Если можно, то почему тогда у многих людей это вызывает жуткий дискомфорт? И дам вам несколько советов, как носить красное с розовым, если вы все-таки этого хотите. Кстати, если вы любите больше читать, или по крайней мере вам лучше запоминать, когда перед вами текст, то обязательно заходите на мой сайт. Сценарий для данного ролика там уже есть. Если коснуться истории, то можно вспомнить противостояние таких великих кутюрье, как Коко Шанель и Эльза Скиапарелли в начале 20 века. Эльза Скиапарелли изобрела шокирующий розовый. Это очень яркий, насыщенный оттенок розового. И любила сочетать его буквально со всеми оттенками, которые можно только придумать. В том числе и красное с розовым, и красное с зеленым. А вот Коко Шанель презирала такие вариации, говорила, что это полная безвкусица, что нужно одеваться весьма скромно, сдержанно в нейтральные оттенки. И борьбу данных позиций, в принципе, можно в моде видеть и сейчас. Если абстрагироваться от вопросов моды, от вопросов одежды, то стоит сказать, что в сочетании красного и розового ничего предусудительного нет. С точки зрения колористики, в использовании красного и розового одновременно нет ничего странного и безвкусного. Это нюансное сочетание, построенное на связи двух близлежащих на цветовом круге оттенков, как, например, зеленый с голубым или голубой с синим. Вряд ли вы огорчитесь и скажете «фу, вырви глаз», если вам вручат букет из красных и розовых роз. Ведь это красиво и эффектно. Но почему же от этого сочетания в одежде, аксессуарах или интерьере зрителям зачастую становится плохо? Все дело в том, что красный сам по себе весьма громкий цвет. Лично я сравниваю цвета со звуками. Так вот, если зеленый и синий, например, ассоциируются с пением или спокойной беседой, то красный с криком. Не зря, например, красным цветом отмечают какие-то важные кнопки, которые нужно нажать в случае экстренных ситуаций. Или, например, когда мы с вами подъезжаем к железнодорожным путям, то обязательно видим красный знак, где написано «стоп», который буквально кричит «остановись, возможно, сейчас поедет поезд». Функция одежды для большинства людей, она весьма практичная. То есть, если бы людям не надо было носить одежду для того, чтобы защищать себя от погодных условий, если бы одежда не была прикрытием ноготы, то есть защитой каких-то моральных устоев, то люди бы тогда одежду не носили вовсе. Но для большинства людей одеваться нужно непритязательно, неприметно, максимально незаметно в нейтральные оттенки. Ну и вокруг себя, вот если мы с вами встанем, посмотрим на город, то мы с вами вряд ли увидим примеры каких-то сумасшедших ярких сочетаний. Те же самые розы, например, красно-розовые редко кто получает. Многие даже на закаты не обращают внимания, хотя их цветовая гамма дарит незабываемое зрительное впечатление. А теперь сложите кричащий красный в сочетании с близлежащим не менее спокойным розовым, отсутствие знаний о цветовых сочетаниях и примеры скупых цветовых вариаций в окружающем мире. Вот и получается, что для подавляющего большинства людей это сочетание вызывает желание сказать фу, что за вырви глаз. Я надеюсь, что смогла объяснить, что в сочетании красного и розового в принципе нет ничего страшного. Теперь несколько советов для тех, кто хочет попробовать в своем гардеробе сочетание красного и розового. Совет первый. Если вам нравится сочетание красного и розового, но вы не хотите использовать его в своем комплекте, например, для вас слишком ярко, тогда попробуйте красно-розовые аксессуары. Носите сумочку, серьги, обувь или зонт с нейтральной одеждой – черной, серой или белой. Так ваша одежда станет отличным фоном для демонстрации яркого акцента. Совет второй. Оттенков розового существует огромное количество, а наиболее спокойные из них – светлые варианты. Попробуйте добавить красные элементы к комплектам, решенным в нежных пастельных оттенках розового. И то буйство красок и экспрессии, исходящие от сочетания красного с фуксией, смягчится. Достаточно спокойно, но при этом заметно будет выглядеть комплект, где объемы красного и нежно-розового примерно одинаковы. Совет третий. Вместе с нежно-розовым попробуйте оттенки фиолетового. Они сделают красный цвет более спокойным, приглушат его экспрессию. Совет четвертый. Любительницам самых громких сочетаний по вкусу придется именно взаимодействие красного и оттенка фуксия и приближенного к нему. Такой комплект вряд ли останется без внимания. Совет пятый. А если вы любите редкие и необычные сочетания, попробуйте смешать разные оттенки розового и темно-красного, то есть бордового. В колористике такое сочетание называется нюансным и при грамотном выборе тонов будет смотреться необычно и изысканно. Дорогие друзья, обязательно пишите, как именно вы относитесь к сочетанию красного и розового, нравится вам это, не нравится. Возможно, такой вариант вы сами применяете в своих комплектах. Если вам понравилось это видео, буду очень рада, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал. Всем пока!